Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я покажу как приготовить морску из калины. У нас есть такая калина. Она оборвана уже в начале зимы. Сейчас начало декабря. Она хорошо выспела, набралась сладости и немножечко промерзла на морозе. Поэтому сейчас мы приготовим из нее морс. Сначала калину необходимо помыть от пыли и грязи, которые накопились на ней сверху. Моем в холодной проточной воде небольшими порциями, чтобы она хорошо промылась от всей грязи. Но какие-то грязи не на них очень много, потому что недавно был дождь и ценную часть он смыл. Потом положим ее на ровную поверхность для того, чтобы стекла лишняя вода. И продолжим приготовление морсу. После того, как излишки воды стекли из калины, перелаживаем ее в емкость чистую, нержавеющую, пластмассовую, любую, чтобы не было окисления металла. Оцинкованную тем более нельзя. И начнем ее очищать от веточек, как виноград, когда мы готовим вино. Система похожа. Для того, чтобы оборвать веточки от ягод, необходимо взять эту веточку за хвостик и аккуратно руками отрывать несколько ягод, как мы делаем при производстве вина с виноградом. Отрываем. Но это, конечно, немножечко утомительно, долго и не очень приятно. Если у вас есть много времени и нет расчески, то можете делать так. Конечно, ягоды намного меньше, чем у винограда, поэтому работа происходит намного дольше. А если вы хотите ускорить процесс обработки калины, можно воспользоваться обычной расческой для волос. Не каждая расческа подходит для очистки калины от веточек. Допустим, эта расческа очень жесткая, имеет маленький шаг между зубьями. У этой расчески очень мягкая и тоже маленький шаг. А вот такая как раз подходит, потому что она полужесткая и имеет большой шаг между зубьями, что очень удобно. Также берем одну гроздь калины и начинаем расчесывать эту гроздь от основания к ягодам. Таким образом, немножечко под наклоном, чтобы они не лопались и хорошо снимались с веточек. Стараемся, чтобы лишние веточки не выпадали с ягодами, потому что будет потом в морсе лишний мусор, он нам не нужен. Вот прошло два часа и мы смогли перебрать вот такое большое 14 литровое ведро калины. Теперь можно приступить к дальнейшей ее обработке. После этого необходимо отжать сок из калины с помощью электрической центробежной соковыжималки. Для этого воспользуемся небольшой ложкой или черпаком, сделаем леечку из 5-литровой пластиковой баклажки, опустим сюда и начнем отделять сок от мякоти калины. Насыпаем небольшими порциями, чтобы было удобнее ее обрабатывать. Лейка не дает рассыпаться ягодам в стороны и блокирует брызги, которые будут лететь снизу, автоматизируя процесс. Вот соковыжималка полная и можно включать центробежную соковыжималку. Вот наполнилась емкость для жмыха, а здесь пошел сок. Теперь необходимо перегнать второй раз жмых для того, чтобы увеличить количество выделяемого сока, потому что он не отделяется полностью при первой обработке. Присыпаем жмых в другую емкость и снова перегоняем жмых через мясорубку. После этого необходимо взять герметичный новый пакет с аллофанами, положить его в судочек или какую-нибудь емкость и выливаем ее в морс для того, чтобы заморозить в морзильной камере. Вот таким образом. Все герметично просто. После этого можно морс опускать в морзильную камеру примерно на одну ночь, чтобы он хорошо замерз. Вот прошла ночь нахождения этого морса в морзильной камере и он замерз. Теперь можно легко вынуть пакет из судочка и положить его дальше на хранение. Так он будет занимать меньше места, хранится в любом положении, плотно друг к другу. В таком состоянии морс может храниться год или даже больше и не портится. Для его использования необходимо его разморозить. Для этого достаем пакет, положим его в мисочку или другую емкость и оставляем на 8 часов в обычном холодильнике, в холодильной камере. После размораживания морс из калины приобретает такой внешний вид, как был в самом начале. И теперь необходимо его использовать в течение двух недель, чтобы он не успел пропасть. Поэтому большое количество морса сразу не размораживайте. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как приготовить морс из калины своими руками. Пишите со замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok